Здравствуйте! Это телепроект «Человек в городе». Моя сегодняшняя героиня с детства мечтала играть на гитаре и всегда знала, какую профессию она выберет. Кто-то узнает ее по голосу, кто-то по псевдониму «Чокнутая карамелька». Знакомьтесь, Ольга Славянская. Чашка кофе и любимая радиоволна – неизменные атрибуты нового дня для большинства из нас. А что же по другую сторону? Есть это волшебство, есть это магия радио. Наверное, это прекрасно, и мне не хочется ее нарушать. С одной стороны. С другой стороны, я сейчас пришла к вам показать себя, что называется, лицом. Не для того, чтобы снять вот эту вот ауру загадки, а для того, чтобы рассказать людям, что мечты сбываются, да? Скажу не понаслышке. Большинство людей реально думают, что работать на телевидении или радио просто и весело. Ну а что, улыбаемся и болтаем? Да нет, друзья, чтобы эту самую болтовню слушали, нужно быть фанатиком своей профессии. Радиоведущий готовится к эфиру не меньше, чем учитель к новому уроку. Вообще в любой профессии должны быть люди, которые любят свою профессию. Приходить работать на радио, на телевидение, в какую-то еще смежную сферу только потому, что это престижно, это модно, меня будут показывать где-то, меня будут слушать там-то. Забудьте об этом, ребят. Вот, ну правда, не нужно. Представьте хирурга, который приходит и говорит, да я такой хирург, да я сейчас как всем все сделаю, и пока вот он стоит и красуется тем, какой он замечательный, ничего не происходит. Диджей на радио – это голова, заполненная цифрами, историями, фактами и шутками. Это бессонные ночи, когда нет свежей идеи на завтрашний эфир. Это счастье от того, что ты нашел новый поворот, ракурс хитов и окончание диалога. И ничего не выйдет, если не построить работу по принципу «мы команда». Терпеть я не могу ожидать чего-то, мне прям вот надо здесь, сейчас сделать. За этой отчасти вынужденной круглосуточной эйфорией немногим удается разглядеть самого человека. Женщину, которой тоже хочется поймать новую волну, быть услышанной и любимой. А не просто медийной персоной, с которой, как сейчас принято выражаться, круто появиться в компании. Переживали и такое, и даже ревность к профессии. Но сколько бы ни пытались переделать, ничего хорошего не вышло. Каждый раз, как бы мне не было плохо, как только включался микрофон, я чувствую, что в этот момент я живу. Вот я настолько люблю свою профессию. Порой мне очень сильно сейчас в редакторском деле не хватает именно эфиров. Вот это именно возможности сесть, включить микрофон, поставить классную песню, послушать ее самой и послушать ее с теми людьми, которые находятся по ту сторону приемника. В этот момент происходит какое-то очень интересное единение. Ей повезло родиться в эпоху, когда радио в Рязани только набирало обороты, а в моде были бумажные письма, а не электронные послания. Ей было 14, когда с лучшей подругой Наташей они нашли общее увлечение. И у меня, у нее были такие кассетные плееры, мы ходили гулять, и у каждой было по одному наушнику в ухе, чтобы мы при этом могли что-то обсуждать, и мы слушали радио. Ведущие что-то обсуждали, рассказывали о себе, но больше всего слушатели ждали часов по заявкам, когда любой человек мог передать привет или подарить кому-то песню. Причем не обязательно под своим именем. Забавные псевдонимы тоже были увлекательной игрой сродни магии. Каждый день они звонили в эфир. Настоящие бумажные письма. Мы их писали в стихах, мы рисовали картинки. Что касается псевдонимов, у Наташи был псевдоним Лаки, ну, с английского счастливая, а у меня был псевдоним Чокнутая карамелька. Этот псевдоним был взят из какой-то французской сказки. Именно так на русский язык буквально переводилось прозвище главной героини. Позже Ольга сократила его до ЧК. Я прекрасно помню этот момент. Где-то примерно лет 16 мы гуляли с Наташей. И я ей сказала, Наташа, ты знаешь, я хочу быть по ту сторону приема. Это была настолько искренняя мечта, что она как товарный поезд двинулась ей навстречу. Причем особенно и не ждала, что желание из разряда чуда исполнится. Первое, что я спросила у тогда ведущего радиостанции Олега Мирова, что мне нужно сделать. Он сказал, если ты когда-нибудь научишься правильно разговаривать, возможно, у тебя это получится. И я уже тогда с 15-16 лет начала себя отдергивать на каких-то ударениях. И не надо думать, что все было легко. Она ведь и на пилфак поступила не с первого раза. Есть люди, которые до сих пор не знают, что значит быть достойной профессии. Ей это здорово. Нет, она-то полюбила профессию не уборщицы на секундочку, да? Она же полюбила профессию кого? А, радиоведущего. Да, ребят, я работала и в магазине продавцом, и в продажах сотовых телефонов давно, и в колл-центре сотового оператора. И я для себя просто решила, что есть профессия, которая приносит тебе удовольствие, и, к сожалению, к счастью, не приносит супер денег, да? Сто тысяч не зарабатывают ни на радио, ни на телевидении, по крайней мере, в Рязани точно. И есть работа, которая тебе приносит деньги, стабильность. Каждый выбирает здесь свое. Я, может быть, и полюбила бы пекаря, да? Вот вы просто поймите, я не могу, у меня с духовкой проблемы. Я пробовала, честно. Я не могу печь плюшки, потому что я себе обязательно что-нибудь прижгу до того, как положу туда тесто. Трудно соответствовать чужим представлениям, а точнее убеждать, что ты такая, какая есть. Она безумно любит свою работу и хорошую музыку. Научиться играть на гитаре – еще одна маленькая мечта. И, зная Ольгу, нет сомнений, что осуществимая. По крайней мере, гитара и медиатор уже есть. А гитара, на самом деле, это уникальная. Она была нашей общей на прошлом радио. И, ну, тут видно, она подписана многими рок-музыкантами нашей страны. Они на ней играли в прямом эфире. Сегодня она уже не линейный ведущий, а редактор эфира на другом радио. И может поручиться за каждого члена своей команды. Она знает, что игра голосами – это фальшь, а слушателю важно верить тому, что он слышит. Вот есть такой понятий нездоровый позитив, да, когда там «Хей! Добрый вечер! Дамы и господа! Вас привет!» Ну, по сути, это какой-то перебор. Это уже театральность какая-то получается. Мы все актеры, но не все великие. Давайте объективно. В наше время трудно до конца оставаться невидимкой, когда радиощиков каждый слушатель дорисовывает сам в силу фантазии, довольствуясь только тембром голоса. Кстати, почему-то большинство поклонников уверены, что Ольга Славянская – это высокая, длинноногая блондинка. Я задавала прямой вопрос слушателям в свое время. Оль, я хочу с вами познакомиться. Я говорю, замечательно. А как вы думаете, как я выгляжу? О, ну вы очень высокая блондинка, вам лет 28. На тот момент мне было 21, чтобы вы понимали. Я говорю, ну почти так и есть. То есть я представляю, какой вот в итоге, да, у человека был бы шок. Как это ни странно, я думала, что это невозможно, но меня действительно знают по голосу. И когда мне однажды об этом один, два, три раза сказали, мне было немножечко удивительно. И слава богу, что современные родильщики получили возможность проявлять и чувство юмора, и чудеса дипломатии. Иначе курьезов было бы куда больше. Я всегда продерживала в своей работе того принципа, что если раз уж действительно я вот косячу сейчас, да, ну не удается мне сказать это слово, давайте я осознаюсь в том, что мне не удается его сказать. А когда это линейный эфир, когда ты можешь себе позволить немного свободу разговорной речи, я прям так прямым текстом говорила. Если я не выговаривала слово, я говорила, ой, что-то сегодня у меня язык заплетается, что-то сегодня с речевым аппаратом у меня не то. Давайте мы лучше музыки с вами послушаем. Должно быть ни с чем не сравнимое чувство удовольствия от того, что делаешь. Когда эфир, как глоток воздуха, без которого ты умрешь. И это не голый пафос, а скорее физическая потребность. Одним из самых тяжелых для Ольги был день, когда не стало брата. Она поняла, что для одной это боль неподъемно, и села к микрофону. И вот я сажусь, и я понимаю, что вот те люди, которые меня сейчас слушают, они в 7 утра включают приемник для того, чтобы услышать бодрый, позитивный голос. У них день впереди. И они совершенно ни при чем. Скажу откровенно, самым трудным в этой программе с участием Ольги было сократить ее до формата 10 минут. Вот что значит говорить так, чтобы тебя хотелось слушать. О жизни ее соратников можно снимать бесконечный сериал «День радио». Да, я хочу сказать всем искренне, честно, да. Это действительно... Там есть утрированные моменты, чтобы вы понимали. Но по сути, да. Это вот та хорошая, чистая, добрая правда, смешная, которая есть. Она была и 10-20 лет назад, она есть и сегодня, независимо от того, какое у тебя оборудование, независимо от того, на каком формате ты работаешь, в рамках какой радиостанции, и это всегда есть. Потому что есть новый день, и если твоя профессия начинать его вместе с миллионами людей, значит, каждый из них должен быть уверен, что он на нужной волне во всех смыслах этого слова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова